Вы слушаете «Вести Магнитогорск» на Маяке в студии Диля Адельша. В Челябинской области за сутки выявлено 310 человек с положительным тестом на COVID-19. Скончались 15 человек. В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 35 212 человек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску, в городе за последние сутки заболели 52 человека. С начала пандемии в городе подтверждено 4906 случаев COVID-19. Из них 2563 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в МВД России по городу Магнитогорску задержались за сбыт сильнодействующего вещества жительницу города 1983 года рождения. Полицейскими изъято более 160 граммов сильнодействующего вещества, что является крупным размером. Установлено, что ранее судимая женщина организовала незаконный ввоз в Российскую Федерацию препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Эти товары она сбывала через интернет посредством социальных сетей. Возбуждено уголовное дело и в соответствии с действующим законодательством максимальное наказание за данное противоправное деяние лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Челябинская область в течение трех лет получит более 2 миллиардов рублей на дороге. Сумму потратят на ремонт, реконструкцию и строительство. Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий. В рамках проекта «Национальные качественные автомобильные дороги» в следующем году планируется отправить на Южный Урал 800 миллионов рублей из федерального бюджета. В 2022 году регион получит 940 миллионов, а в 2023 – 200 миллионов рублей. Помимо этого, 320 миллионов рублей будет выделено на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением. Как крестный сын, так сотрудники МЧС говорят про Ваню Фокина, который выжил под завалами рухнувшего подъезда 31 декабря 2018 года в Магнитогорске. Спасатели поздравили малыша и его семью с Новым годом. В пожарную часть Фокины приехали на настоящем штабном автомобиле. Ване Фокину через полтора месяца исполнится три года. Сегодня этот немногослопный, разовощекий малыш с интересом рассматривает огромную пожарную машину. Родители смеются. Дома – целая коллекция таких автомобилей. И все же от такой экскурсии мечтает каждый мальчишка. А Ваня может даже рацию подержать. Сейчас по нему и не скажешь, что два года назад он провел под завалами обрушившегося дома 35 часов. Тогда за спасением Вани Фокина наблюдал весь мир. А сегодня он сидит на руках у Дмитрия Лебедева. Он один из тех, кто спас мальчика из-под завалов обрушившегося здания. Сотрудник МЧС говорит, этот случай один из немногих со счастливым концом. Маленького Ваню теперь считает своим крестником. Честно сказать, я бы хотел вернуть это все назад, чтобы этой просто трагедии беды не случилось. Если это все произошло, то, конечно, это волнительно. Мы переживаем, мы следим за судьбой мальчишки. Семье Фокинах пожарные устроили большой праздник. На автолестнице к Ване и его старшему братику Диме приехал Дед Мороз с волшебным посохом. Дедушка вручил малышам подарки и устроил чаепитие. Отец Вани говорит, благодаря такому трепетному и теплому отношению со стороны других людей, семья быстро вернулась к нормальной жизни. Евгений и Ольга Фокины рассказывают. Время проходит, все это забывается. Единственное, вот некоторые шрамы у Вани, на них смотришь, это все равно как бы всплывает опять. Вспоминаешь тот день, становится не по себе, конечно, немножко вот это все переживается опять. Чувствуют себя хорошо, в садик ходят, уже привыкли. Новый год Фокины планируют встретить дома и уже подумывают о пополнении семейства. И о погоде. Завтра в Магнитогорске ожидается 13-15 градусов мороза, но по ощущениям все минус 20. Ветер преимущественно западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление высокое, 737 миллиметров ртутного столба. Это была программа Вести Магнитогорск. Редактор субтитров А.Семкин